Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Анджела Каразелли, итальянский живописец эпохи барокко. Родился 10 февраля 1585 года в Риме, Италия. Творчество мастера представляет из себя соединение разнородных художественных стилей, в которых ощутимо влияние в первую очередь ковраджистов и бомбочадов. Бомбочады, как пишет википедия, это низкий жанр европейской живописи. То есть какие-то картины, ссылки из обыденных жизней в деревне, на городских улицах, ярмарках, в усилительных домах. Сын торговца произведениями искусства. Историки пишут, что Каразелли был самоучкой, не получил специального образования, не был связан с мастерами живописи, не имел покровителей, с большими трудами сделал карьеру, хотя и плохо оплачивал. Обладал твердым характером, стремился угодить. Да, так написано википедии. Уже в 1604 году ее имя включено в список Академии Святого Луки. Однако в 1605, через год, он был исключен из реестра Академии после принятия статьи, по которой минимальный возраст художника был поднят до 30 лет. Такова была участь художников-самоучек, таких как Каразелли, с которыми боролось консервативное большинство Академии. Каразелли, как и сам Караваджо, начинал в рядах переписчиков и реставраторов. И имел репутацию прекрасного имитатора, выдававшего свои поддельные работы за подлинники. Эффективно копировал работы Тициана Рафаэля, писал картины на религиозные и мифологические темы. Никола Пуссен не смог отличить Мадонну Каразелли от оригинала Рафаэля. В поисках работы покинул Рим, отправился во Флоренцию, затем в Неаполь, где провел несколько лет. После возвращения в Рим был обвинен в попытке продать подделки, созданные им в стиле великих мастеров, в связи с чем пользовался низкой репутацией. Воспитал несколько известных учеников, среди которых Петра Паолини и его сын Карл Каразелли. Среди его работ самыми известными является изображение святого Петра и святого Андрея для церкви Монте-Калварио в Неаполе, святых пророков на потолке часовни Санта Мария Инна Величелла, три полотна для часовни Санта Франческо Романа в Риме. В римской церкви Сан Григория Манио на Целии он написал полотно избиения святых и мучеников в Японии. Известная его картина святого Вацлава в Кирвинальском дворце. Каразелли занимался также исследованием оптических эффектов в живописи. На полотне, видимо, с вогнутым зеркалом видно отражение самого художника Замальберта. Умер в возрасте 67 лет, 8 апреля 1652 года. Ну вот так, вкратце, из википедии о Анджелло Каразелли, итальянском живописце эпохи барон. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok